Боттазар Губмайер О мече и государстве, о эритиках и о клещении. Три его произведения. Они небольшие. О мече и государстве, о эритиках и тех, кто их сжигает, и о клещении. Вот такие мысли там. О мече. Когда церковь и государство соединяются, то церковь перестает существовать. Вот да. Церковь присоединяется. Когда церковь и государство соединяются... Знаете, такая детская есть песенка. Потихоньку, понемножку прибавляет к мышке кошку. Получается ответ. Кошка есть, а мышки нет. Государство не должно вмешиваться в дела церкви. В религиозные дела. Крестьяне не используют меч, но используют отлучение. Крестьяне могут быть судимы только на основании Библии. Нет присяги, нет налогов на войны и виселицы. Все евангельские направления, они как раз рвали средневековой церковью и средневековой модели церкви. Вера не может быть вынужденной, вынуждаемой. Бог любит свободное, желающее служить Ему сердце. Ну, вспомните опять, как Лютер сказал, я должен всем и каждому. Свободное сердце должно быть. Это моё желание. И выраженное. Это свобода. И Бог любит свободное, желающее служить Ему сердце. Радостное сердце. И нельзя судить за религию. От этого страдает и церковь, и государство. Вера — это труд Божий, а не камера заключения, где осуждённый не видит ни солнца, ни луны и живёт на хлебе и воде. Это за веру, чтобы у него была другая вера. Вера — это труд Божий. Ты не можешь сажать человека в камеру, чтобы у него была какая-то другая вера. Вот. Самый ужасный обман людей, что они хотят получить спасение души, честь в церкви, любовь к истине, добрую репутацию, и всё это без поддержки Писания. Пусть власти судят бандитов, а не верующих или неверующих. И дальше удивительные мысли Гукмайера. Послушайте, атеисту тоже нельзя наносить вред. Гукмайер сказал, человек имеет право верить, он имеет право не верить. Понимаете ли? То есть ты не можешь человека сжигать, уничтожать, убивать за то, что он не верит. Ты не должен лишать его там, не знаю, каких-то благ. Ты не можешь преследовать его за то, что он не верит. Так, как ты не можешь преследовать за то, что человек верит. Вы поняли? Это очень такая широкая мысль. В принципе, свобода. Свобода исповедания. Свобода исповедания. Это его, значит, меч. Что государство носит меч, чтобы его... Ну, с бандитами и беспорядочными людьми расправляться. Другая его статья, там, работа его, о эритиках и тех, кто их сжигает. Он говорит, кто такой эритик? Эритик – это тот, кто намеренно, ложно толкует священное писание. Худшие эритики – это инквизиторы. Они рут пшеницу вместе с плевелами и делают это самозванно. Взгляд на крещение. Кто хочет очиститься водой, должен сначала иметь доброе понимание Божьего слова и добрую совесть. Вы видите, какие чистые, ясные евангельские понимания. Мы в них, так сказать, воспитаны. Но тогда же это было впервые звучало. Прежде чем креститься, ты должен очиститься и понимать Божье слово. То есть он должен быть уверен, что имеет милостивого, доброго Бога через ходатайство Христа. Крещение – это не очищение души, но это да, доброй совести перед Богом. Поэтому оно называется крещением восставления грехов. Не через него прощаются грехи, а из-за этого да, которым человек внешне свидетельствует, подчиняясь крещению, говоря, что он верит и уверен в своем сердце, что его грехи прощены через Иисуса Христа. Вы поняли, какая здесь тонкая мысль? Что человек спасается не крещением, а этим да, да, я верую, да, этим я свидетельствую о своей вере, что грехи прощены через Иисуса Христа. Вы понимаете, он тут проводит аналогию интересную. Иоанн Креститель крестил крещением покаяния. Вода тоже была знаком. И ученики – это те, кто признавал свою вину и только тогда крестились. Помните, он обрушился на фарисеев, которые пришли, не собираясь ничего исповедовать, никаких грехов? – Порождение Ефимина. – А? – Порождение Ефимина. – Да, Порождение Ефимина. И дальше он говорит, где нет крещения в воде, там нет церкви, нет брата и сестры, нет братской дисциплины, ни исключения, ни восстановления. Мы узнаем друг друга, потому что мы крещены, и мы спросим, где… мы спросим, когда ты крестился, кто тебя крестил, где это было. Вы понимаете, мы сразу узнаем своих, узнаем брата и сестру. Где нет крещения в воде, там нет церкви, нет брата и сестры, нет братской дисциплины. Ну, нет церкви. Вот. Ученичество, оно идёт от анабаптистов. Значит, так, это пресмертное Саттлера мы прочитали. Теперь, если крещение – это знак обрезания, то сначала надо родиться, а потом креститься. Некоторые, это Лютер так говорил, мы крестим детей на восьмой день, как на восьмой день совершалось обрезание, что это похоже на такое. Ну, вот он говорит, если крещение – это знак обрезания, то сначала надо родиться, а потом креститься. То есть родиться от Бога, родиться свыше. Богословие анабаптистов – это дополнительное положение богословия, очень богатое богословие у них. И оно очень близкое нам. Сейчас, значит, Лютер потерпел здесь поражение. Он сказал только вера, но оставил где-то крещенство, чтобы не рвать с традиционными общинами. Он требовал личной веры для участия в хлебопреломлении, но устранил личную веру в обведение человека в христианскую жизнь. Он хотел отделённой церкви, фактически. Но он на это не пошёл. Богословие его это требовало. Но он хотел сохранить единство, церковь с обществом. Но церковь не может быть частью мира. Отделённая церковь уничтожает общность в церкви и общество. И потому так ненавидели анабаптистов. А анабаптисты отделялись от общества. Не любят тех, которые говорят, а мы так. А Библия говорит, а я и мой дом будем служить Господу. Вы только подумайте, как Иисус Навин сказал против огромного, сколько там, многотысячного или миллионного народа. Вы там как знаете, а я буду так. Это вызывает страшную ненависть. Какой, ишь какой. Ну вот. Теперь, значит, дополнительное положение в их учении. Вот после вас, через неделю после вас я поеду в Прагу. Там будет конференция по анабаптизму. Влияние анабаптизма на баптизм. Очень такая реальная, хорошая тема. И я как раз не знаю, как другие деноминации, вернее, как баптисты в других странах. Но вот русские баптисты, они очень близки анабаптистам. Потому что у наше богословие и богословие анабаптистов имеет одну особенность. Оно называется так. Это понимание страдающей церкви. Нам это близкая идея. Ближе, чем, скажем, германскому или американскому баптизму. Страдающей церкви. Мы как-то все, кажется, понимаем, что что-то удивительного. Ясное дело. Положено так. Поэтому вот это страдающая церковь. Другое убеждение. Это было убеждение только у анабаптистов. Пока еще оно не было высказано. Человек, Гухмайер выразил так. Человек должен, 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 там что-то 25 раз. Должен родиться свыше. Он для того родился в этот мир, чтобы родиться свыше. Человек должен родиться свыше. Хлевопреломление. Это единение со Христом и друг с другом. Ощущение вот этого братства. Особенно это исповедовали гутериды, это община. Мы не боимся друг друга. И мы не руководим друг другом. Имя Божие не может использоваться при государственных делах. Государственные дела, там политика, там свои интересы. Ну, в общем, что выгодно для государства. И поэтому имя Божие там не может использоваться. В церкви не должно быть алтаря. И вера не может быть пассивной. Это практическая жизнь ученичества. Только вера делает нас святыми. Все остальное надо отбросить. Эта мысль уже была. Меч властей должен быть против бандитов, а не верующих. Верующая в Божие. Брак священ. Потому что Бог освящает его. Я хочу на этом остановиться. Средневековая модель, я уже говорила вам, взгляд на брак. Что это грех, если брак только для рождения детей брак. А по-настоящему свято только монашество. И Лютер, вы знаете, он вышел из монашек, соженился на монашенке. Но он не выразил это как-то богословски. Только на баптисты сказали, брак священ. Потому что его Господь осветил. И они не ставили это в зависимость от где-то рождения. Он свято соединение мультины и женщины, помощницы. Вот такое богословие анабаптистов. Значит, у Губмайера три произведения, еще раз повторяю. Напомнили или нет? Меч о мече, о христианском крещении и о еретиках. Анабаптисты – это один из самых славных периодов христианского свидетельства и мученичества. Это метеоры в ночи. Это богословие мученичества, но и надежды. Эта надежда спасала от отчаяния при всех страданиях. Ложь вокруг них была. Их называли ретиками, фанатиками. Они были святыми. Значит, произошло первое крещение, 25-й год, 21 января 25-го года. Гребель крестил была урока, а тот остальных – 11. Создалась новозаветная церковь на основании личной преданности Христу. Они рвали со средневековой моделью церкви. То есть рвали отношения с государством, суд, присяга, участие в магистрате. Вера не должна быть вынуждаемой. Нельзя судить за религиозные убеждения. Закон, который требует сжигать эретиков – это изобретение дьявола. За веру и неверие ответ перед Богом человек держит. Вера – это труд Божий. Вы понимаете ли, верит и не верит, он отвечает перед Богом, а не перед государством. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинари». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok